Ежегодный открытый общенациональный фестиваль «Конкурс творческих дарований. Большая перемена» прошел в Туапсинском районе, в поселке Новомихайловском. Мероприятие организует Межрегиональный фонд поддержки творческих дарований «Селена». Более 400 человек со всех регионов страны в возрасте от 6 до 60 лет стали участниками конкурса. В рамках фестиваля прошел благотворительный концерт Олега Акуратова, пианиста, джазового импровизатора и певца, страдающего с детства тотальной слепотой. Подробности Ульяна Коблевой. «Я не вижу публику, но я ее чувствую», – так говорит незрячий от рождения Олег Акуратов. Он покорил сердца любителей музыки по всему миру. На фестиваль «Большая перемена» он приезжал сперва участникам. С тех пор с организаторами конкурса завязалась дружба. В этот раз на фестиваль он приехал по приглашению и всем участникам, гостям и отдыхающим, подарил свой благотворительный концерт. Чайковский бах, Рахманинов, Шуберт. Для Олега Акуратова нет сложных произведений. Свою первую премию он получил в неполные шесть лет. Благодаря поддержке фонда «Мир искусства» выступал с Монстрат Кабалье и другими мировыми звездами на лучших сценах Москвы, Санкт-Петербурга и Лондона. В марте этого года выступление Олега завершало церемонию закрытия Паралимпийских игр в Сочи. Он чувствует всем своим сердцем, всей душой, всем своим внутренним милером, который настолько богат, я думаю, что даже больше, чем у каждого нашего видящего человека в этой жизни. Мы в шоке сделали, плакали просто, когда начали рассказывать о биографии. Это, наверное, большой успех в жизни. Не каждый так смог бы, наверное. Но большое уважение человеку. Когда его впервые подвели к роялю, он едва доставал до клавиш. В городе Армавире, в музыкальной школе для слепых и слабовидящих детей, Олег начал играть в четыре с половиной года. А свое первое классическое произведение освоил на слух. Когда Олега Куратова показали профессиональным музыкантам, для них это стало шоком. Абсолютный слух, гениальная память и тотальная слепота. Восьмилетнего мальчика слепого от рождения специалисты уже тогда называли гением, рождающимся раз в сто лет. Он сумел достичь каких-то высот в своем деле. И при каких-то весьма ограниченных ресурсах это стоит довольно больших усилий личности. Единственное, чем он может пользоваться, это слухом. И своим собственным голосом передавать, что он слышит. И вот он им пользуется в полной мере. И люди это понимают. Он поет душой и гармонией. И делает музыку. И это, по-моему, это сродни всем. Если ты добросовестно работаешь, и отдачу вида вот здесь на сцене, то она воспринимается на ура. Сегодня Олег Акуратов один из самых способных джазовых пианистов в мире. Музыка для него – это его язык, его душа, его все. Благодаря организаторам фестиваля «Большая перемена» гости и жители Туапсинского района смогли насладиться творчеством этого гения. Каждый раз зрители встречают его по-разному, но провожают всегда одинаково.